в этом ролике мы продолжаем разговор про тепловую машину карно он существенно опирается на первый ролик если кто его не посмотрел посмотрите пожалуйста вот ссылка и самое существенное что было сделано в первом ролике это доказано теорема карно о том что если существует тепловая машина с наибольшим возможным коэффициентом полезного действия при данных температурах нагревателей холодильника то рабочий цикл такой машины обязательно должен быть обратимым ну а теперь мы должны задать вопрос вот пока что мы про обратимый цикл говорили формально каким образом этот цикл можно реализовать и этот следующий шаг мы проделаем в этом ролике и чтобы сконструировать обратимый цикл нам надо сначала понять какие термодинамические процессы являются обратимыми а какие необратимыми и в этом смысле не допустимыми в идеальной тепловой машине и конечно мы знаем что необратимым является процесс передачи тепла при непосредственном контакте двух тел с разной температурой тепло всегда передается от горячего тела к холодному так что температура горячего тела понижается холодного повышается и температуры выравниваются и никогда не бывает наоборот чтобы тепло передавалось от холодного тела горячему холодное тело понижала свою температуру а горячее наоборот повышала при непосредственном тепловом контакте конечно так что все такие процессы когда тела с разной температурой касаются друг друга должны быть исключены а теперь как и в прошлом ролике вот эта банка будет условно изображать нагреватель вот эта банка столь же условно изображать холодильник ну а поршень и воздух внутри будут изображать рабочее тело из того что только что было сказано следует что когда рабочее тело находится в тепловом контакте с холодильником оно должно иметь температуру холодильника чтобы не было тепловых утечек а когда она находится в тепловом контакте с нагревателем оно должно иметь температуру нагревателя но спрашивается как же тогда мы можем отнимать тепло у нагревателя и передавать его рабочему телу, если они имеют одинаковую температуру, и точно также отнимать тепло у рабочего тела и передавать его холодильнику. Все дело в том, что у нас есть такая вещь, как адиабатические процессы. Когда рабочее тело теплоизолировано, и мы его расширяем, оно охлаждается, и точно так же, когда мы его сжимаем, и оно не может отдавать тепло наружу, оно нагревается. И тогда, когда мы приводим рабочее тело в контакт с нагревателем, нам нужно отнять тепло. Мы начинаем рабочее тело расширять очень медленно. Оно хотело бы остыть при этом, но теплота возмещается, поступая в рабочее тело от нагревателя. Процесс должен происходить очень медленно, и такие процессы называются квазистатическими. Значит, это у нас изотермический, то есть происходящий при постоянной температуре, квазистатический процесс. И точно так же при контакте с холодильником мы сжимаем рабочее тело. Но если бы оно было не в контакте, оно бы нагревалось, а так мы его очень медленно сжимаем, и избыточное тепло уходит в холодильник. Ну, а еще нам нужно будет переносить рабочее тело от нагревателя к холодильнику. Мы его отняли при температуре нагревателя от нагревателя, а теперь его надо остудить. И мы расширяем рабочее тело до тех пор, пока оно адиабатически не достигнет температуры холодильника. Ну, а в обратную сторону мы отняли его от холодильника и сжимаем, пока оно адиабатически не достигнет температуры нагревателя. И таким образом весь процесс, весь цикл будет состоять из двух изотермических в контакте с тепловыми резервуарами и двух адиабатических при переносе от одного резервуара к другому процессов. Теперь мы изобразим цикл Корно для идеального газа в координатах давления и объема. Проведем сначала изотермы при двух разных температурах, подчиняющиеся закону Бойля-Мариотто, ПВ есть константа. Верхняя изотерма соответствует температуре нагревателя, а нижняя – температуре холодильника. Пусть рабочее тело находится в состоянии, которое я помечу точкой 1. Отсюда мы начинаем изотермический процесс, увеличивая объем рабочего тела, которое при этом отбирает тепло у нагревателя и доходим до состояния 2. Теперь рабочее тело отделяется от нагревателя, и мы продолжаем расширять его адиабатически, то есть теплоизолировано, пока оно не остынет до температуры холодильника. Пометим это состояние точкой 3. Отсюда начинается изотермическое сжатие, при котором рабочее тело отдает тепло холодильнику. И нам надо попасть в такую точку 4, которая лежит на диабате, проходящий через точку 1. По этой диабате отнятое от холодильника рабочее тело возвращается в первоначальное состояние. На этапах 1.2 и 2.3 рабочее тело расширяется и совершает механическую работу. На этапах 3.4 и 4.1 рабочее тело сжимается внешней силой, и для этого сжатия требуется совершать над ним механическую работу. Так что работа, которую машина совершает за цикл, представлена на этом графике площадью этого цикла. А теперь в заключении этого ролика я хочу сказать, почему тепловая машина Карно – это так круто. Во-первых, теорема Карно, которую мы доказали в предыдущем ролике, и цикл Карно, который мы рассмотрели в этом ролике, составляют настоящую теоретическую основу термодинамики, которая делает возможным в дальнейшем развивать термодинамику, как настоящую математическую науку. И в мысленных экспериментах, проводимых с помощью идеальной тепловой машины Карно, было получено много разных важных теоретических результатов, касающихся термодинамических систем, вплоть до термодинамики излучения. Во-вторых, тепловая машина Карно обладает наибольшей эффективностью, а поэтому с ней можно сравнивать и разные реальные тепловые машины и смотреть, насколько они не дотягивают до того КПД, которым обладает это идеальное устройство. Но для этого нужно сделать следующий шаг и ввести этот самый коэффициент полезного действия тепловой машины Карно. А для этого надо связать этот КПД с температурами нагревателя и холодильника. Сам Карно этого еще не сделал. Ну и вообще здесь надо заметить, что его работа, опубликованная в 1824 году, в каком-то смысле оказалась преждевременной, и современники ее не поняли. А следующий шаг развития термодинамика получила уже в опубликованных в конце 40-х годов работах Рудольфа Клаузиуса и Уильяма Томпсона, который стал потом лордом Кельвином. А Кельвином он стал именно потому, что ввел с помощью тепловой машины Карно абсолютную шкалу температур. И об этом мы поговорим в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok